День. Люди. События. День 30 марта. Фильм Владимира Маталя «Белое солнце» пустой некультовый советский вестерн, для нескольких поколений зрителей он стал одним из самых любимых фильмов. Работа над лентой шла трудно, лента подвергалась цензуре, но была спасена после просмотра на даче Леонидом Брежневым. Ограниченная премьера картины для создателей и руководства состоялась 14 декабря 1969 года в Ленинградском доме кино. Премьера на широком экране в столице состоялась 30 марта 1970 года. В прокат «Белое солнце» пустыни выпустили достаточно большим тиражом 1410 копий. Наряду с комедией Леонида Гайда и сериалом «17 мгновения весны», «Белое солнце» пустыни стал чемпионом по числу показов на ТВ. По традиции фильм «Белое солнце» пустыня перед стартом смотрят российские космонавты, для них это хорошая примета. Реплики героев этой знаменитой картины стали крылатыми, они вошли в пословицы, поговорки, а порой просто стали летучими фразами. Кто не знает знаменитых, Восток дело тонкое, гюльчатый, открой личико, таможня дает добро, вопросы есть. Вопросов нет. За державу обидно. Лукавая история про Федю Сухова, которого в фильме сыграл актер Анатолий Кузнецов, и сказочный настрой был придуман Марком Захаровым, упомянутым в титрах в качестве участника создания сценария и автора текста в писем. Фильм был удостоен государственной премии РФ 1998 года. Жанры стерны и такие его представители как «Неуловимые мстители», «Свой среди чужих», «Чужое среди своих» и «Белое солнце пустыни» стали значимым явлением советского кинематографа, вызвав волну подражания 1960-1970-х годов, как на центральных студиях, так и на киностудиях среднеазиатских республик. А Павел Верещагин в исполнении Павла Луспекаева стал символом таможенной службы в России и Украине. Возле отделения таможни в Кургане и Амвросиевке, Донецкой область, установлен памятник герою фильма. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.